Ваше веселое Пресвященство, Пресвященство, дорогие отцы, братья и сестры, для меня большая часть и радость выступить закладом в Киево-Учайской лавре, на такой представительной международной конференции. У меня есть две трудности, две дилеммы. Первая дилемма – это начать читать доклад экспромтом на тему, которая есть в программке, и текст, который я подготовил. А вторая дилемма – не заснуть на собственном докладе, потому что, в общем, такое случится, пожалуйста, разберите. Мы готовы с оправдаться небольшой презентацией, и он посвящен трудностям перевода традиции в наше время, в нашу фоку постмодерна. И под переводом, в данном случае, я имею в виду более глобальный процесс, а не просто передачу текста на другой язык. Очень сложно дать поручительное определение того, что есть традиция. Между тем, это категория сопутствовала православного богословия на протяжении всей истории его развития, начиная с эпохи Святого Ильиния Леонского. Это одна из самых более популярных категорий в современном православном богословии. Такая популярность, с одной стороны, и систематическая неразработанность с другой, способствует тому, что слово приобрело множество коннотаций, которые, скорее, запутывают изначальный смысл традиции. Традиции, я употребляю в большую руку. Как он был представлен, например, уже упоминавшимся святым линеем. Возникло множество смежных значений, которые, хотя и похожи на традицию, все же в значительной степени с ней не совпадают. Например, традиция иногда смешивается с корпусом письменных и тюргических памятников раннего христианства. Этот корпус, называемый в учебниках по дематике священным преданиям, действительно отражает традицию, однако не может быть с ней вполне отождественным, хотя бы потому, что этот корпус обнаруживает очень высокую меру разнообразия мнений и подходов, которые вряд ли можно обнаружить в традиции большой буквы. Современные изыскания в области раннего христианского богословия и искусства ясно демонстрируют, что сохранившиеся памятники, прежде всего тексты, представляют собой скорее пестровый ковер, строматы, по названию соответствующего знаменитого произведения клиента Александрийского. Они стройные вполне и внутренне когенетной системе взглядов в духе учебников митрополита Макария Булгакова, и поскольку мы в Киеве находимся, как епископа Семьестра Маливанского. Если находить аналогии в искусстве, я попытался поэкспериментировать с иллюстрацией тех тезисов своего доклада, использовался современного искусства, то ранние христианские памятники в смысле смысловой составляющей похожи не на черный квадрат Казимира Малевича, а вот эти ребята, это скорее наши семейные мысли, которые выражают скорее математические суммы 19 лет, а на квадрат в изучении цвета Василия Кандинского. Намного интереснее, правда. Ну, это же не значит, что будет понятно. Ни один, ни другой взгляды не могут быть вполне отождественны с тем, что мы считаем традицией. Отождественнее в современном школьном богословии корпуса после евангельских текстов и иных христианских памятников с традицией возникло при совершенно специфических условиях полемики внутри западного христианства по вопросам, поднятой реформации, в частности по поводу места священного писания в жизни чих христианина. Для православной среды оно неорганично. В связи с этим, я думаю, что дилемма между священным писанием и священным преданием, она скорее искусственная и для нашей традиции, по крайней мере, не характерная. Еще один некорректный взгляд на традицию отождествляет у нас традиционализм. Действительно, традиционализм помогает оградить традицию от искажений. Однако он же может задушить его в своих объятиях, законсервировать так, чтобы не давать ей возможности проявлять свою жизненную силу. Отцы церкви, на которых мы в первую очередь связываем с традицией, не были традиционалистами. Так, в противостоянии Арии, святителя Афанасия Александрийский и позже от аппадокийцы, традиционалистом был как раз Арий, а его оппонентов по нынешним векам можно было бы вполне считать лицами с сомнительной верностью традиции. Действительно, Арию в своих проповедях и трактатах апеллирует к старшему в 4 веке широко распространенному традиционному субаргинализму. Да, отец, святой кроица, бог отец воспринимается выше, чем остальные ипостаси святой кроицы. И, собственно говоря, это восприятие стало очень распространенным, таким народным. Вот как Владыка Павлов сегодня сказал, народ вот так это понимал, прекрасно. Ария, как бы исходя из этих, как бы опираясь на эту народную традицию, на это народное понимание, его последователи обвиняли Афанасия и Каппадокийцев в терминологических новшествах, таких как единосущный сын или ипостасный бог. Сами категории сущности ипостаси были взяты из Аристотеля, вызванного из-за бытия как раз во 2 веке, когда субаргинализм стал популярен. Во 2 веке, после киска, благодаря многочисленным комментаторам на его трактатной фигуре, благодаря чему он стал очень модным, в том числе в христианской среде. Использование для раскрытия тайны святой троицы и заимствования изморного философо-язычника, это для нас, Аристотий, уже такой старый авторики, это как раз в эпоху формирования теорологического догмата, он был как раз очень молодой и модный. Так вот, использование для раскрытия тайны святой троицы и заимствования изморного философо-язычника, к тому же малоинтересовавшегося духовной сутью вещей, в отличие от Туатуна, было неслыханной дерзостью и нарушением традиций. Если спроецировать ситуацию четвертого века в наши дни, то это было бы, как если бы богословок уже начал инцитировать низшее, и на его основании опровергать формулировки епископа Селестного Ливанского, заученной на Иисусе семинарской стамбе. Собственно, так было лет 10 назад, когда он уже семинар учился. Собственно, вещеподобное и произошло в 20 веке с богословом, но не об этом сейчас речь. Второй администрацией того, как традиция и традиционализм могут быть ошибочно смешаны, является скорой в 5-6 веках по поводу наследия святителя Кирилла Александрийского. Вся богословская полемика того периода, по сути, велась не столько по поводу Халкидонского собора, сколько по поводу святителя Кирилла. Обе непримиримые между собой богословские партии того времени и святочки были святителя Кирилла. Одна при этом интерпретировала его так, что Халкидонский собор оказывался совместим с Кириллом богословием, а другая партия интерпретировала его как несовместимого с Халкидоном. Именно вторая партия была более традиционалисткой по отношению к Кириллу, связанной с ним традицией. Ее лидер, Северо-Антиохийский, был крайне консервативным кириллитом, верным скорее букве своего учителя, чем его духу. Первая же партия, Халкидонская, должна была применять в интерпретации Кирилла больше творчества и свободы. Так родилось богословское направление, названное уже в 20 веке неохалкидонизмом. Будучи инновационным и в некотором смысле антипродзорционалистским, это направление, тем не менее, легло и в основах христиологической ортодоксии, закрепленной, прежде всего, на пятом, но также на шестом вселенском соборах. Мне иногда кажется, что полемика, которая сейчас ведется, тем неохалкидонизмом не всеми, так сказать, принят, особенно в нашей среде, и по этому поводу есть уже и статей, и диссертации даже. Вороноком это связано с тем, что неохалкидонизм звучит как нечто такое очень современное, вызывающее, а не консервативное, собственно говоря, так оно и было в том, как в пятом, шестом веке. Представительными этой более открытой, чем будто консервативная, северянская и антихалкидонская физологическая системы стали такие яркие богословы, как преподобие мои, Максим Исполинник и Анна Москин. Таким образом, история спорта, покупка Петона и конечная торжественная форкетонизма являются еще одной иллюстрацией ошибочности торжественной традиции и традиционализма. Обозначим, чем традиция не является, как теперь можно определить, чем она является. Но это тяжелее всего. Мы очень любим катапатизм, но я не люблю катапатизм, потому что иногда сложнее сказать, чем не является что-то, чем сказать, чем не является что-то. Спасибо, прошу. Говорить о традиции не только в апатическом, но и в катапатическом ключе можно по-разному. Очевидно, что единого определения здесь быть не может. Одно из возможных метафор для иллюстрации того, что есть традиция, это язык. Язык имеет невербальную составляющую, те общие смыслы, в которые мы причастны, конечно, в меру справости нашего рассудка, и, собственно, слова. Так и в традиции. Она имеет дух, к которому мы причастны через делу, и различные формы выражения. Традиция, что в своем латинском традицию, что в греческом, по радости, с прочтением, предполагает передачу, то есть коммуникацию и общение. Именно язык призван бы средством коммуникации смыслов, составляющих традицию. Язык, при этом, все же больше, чем инструмент. Он влияет на формирование смыслов и их восприятия. Он, отчасти, сам является смыслом. Приняв для традиции метафор и языками, мы немедленно сталкиваемся с трудностями. Одна из них. Как провести грань между невербальными смыслами и словами? Последний Борисович, вы, наверное, лучше знаете в двух и литерах, вы сколько книжек напечатали под этой маркой, что вы уже стали профессионалом по проведению границы между невербальными смыслами и словами. И продолжим в том же духе. В общем, надеемся. Это все равно, что провести границу между душой и телом в человеке. Еще одна метафора, подходящая для иллюстрации того, что есть традиция. Если в традиционном понимании восходящие к платонизму душа и тело четко разделены как нематериальные материальные составляющие человеческого естества, то современная наука значительно ухлажняет эту туристическую модель. А много из того, что мы традиционно относим к душе, оказывается, определяется нашим организмом и его функциями. На наше свободное решение мы улучшаем расстояние между нейронами в головном мозге, а на состояние нашего духа в количестве эндорфинов, вырабатываемых гипоктезом. Это образы взятые из диалога, богословия и науки. Дуалистический образ традиционных языков, состоящего из духа, то есть общего смысла, и литеры, и лексикона, также значительно усложняется данными современной исторической науки со всеми богословскими подразделениями, с законной историей, библистикой, патристикой, социологией религии и тому подобное. Если обратиться к патристике, то традиционное представление об отцах церкви было такими. Все они в силу своей зятости были причастны к откровению, которые выражали, если не максимально полной, то очень близкой к этому меры. Хотя цели расходились в некоторых незначительных деталях, но все же в основном между ними существовал единый консенсус патрун. Не варианты к эпохам и регионам. Я помню, нас очень поражало на уроках патристики, еще отец Александр Куберезу, бывший рекорд, ректор физических и духовных школ, он рассказывал про консенсус патрун. Это звучало как, знаете, такое заклинание, почти что магическое. И только сейчас мы приходим во многом деконструкции этого концепта. Потому что современная патристическая ромка демонстрирует, что эта радужная картина не вполне соответствует историческим реалиям ранее церкви. Хотя о консенсусе отцов не можно говорить, при этом необходимо оговаривать очень высокую степень вариативности внутри него. А с информированием представляли различные традиции, многообразие взаимные конфликты, которых оказываются сейчас большими, чем касались до сих пор. Я очень был рад, когда нашел эту иллюстрацию, если можно назвать эту иллюстрацию Хандинского, потому что она показывает, что на самом деле в кадрах кипотистической, по крайней мере, традиции существует не какой-то такой единый блок, скажем, представлений, а действительно очень большое многообразие школ, направлений, поскольку в то время, в общем, не особо, не существовало, то реально мы можем говорить о александрийской традиции, антиохийской традиции, скажем, других традициях восточных, связанных, прежде всего, с языками, сирийским, кубцким, армянским и так дальше. И поэтому в патристики, по крайней мере, эта картина больше лучше иллюстрирует реальность, историческую, чем идея прекрасная, клянящая идея консенсуса Патру. Действительно трудно, например, представить, как возлюбленную метафизическую долг иерархизм Дионисиева конкурса совместить с пенотическим кристацепризмом Кирилла Александрийского. Настояние между ними значительно больше, чем между антихалкидонизмом и моноэнергизмом псевдодионисия и последовательным геэнергизмом преподобного Максима Исповедника, благодаря которому, кстати, реапогитики были приняты церковной ортодоксией и даже заняли в ней ключевое место. Иногда думаешь, поскольку было. В любом случае здесь сложно и даже невозможно говорить о генном монолитном консенсусе отцов. Эти примеры демонстрируют, что если мы представляем традицию через метафору языка, мне становится очень сложно различать смысл и слово, и ум, и литеру. Где заканчивается одно, одно и начинается другое. То, что мы раньше принимали за невербальный смысл, вдруг оказывается сложным сочиненным предложением. Мы с удивлением обнаруживаем, что в Свято-Отеческом Мексиконе зачастливые смыслы определяют слова, но слова смыслы, как если бы в патрилистическом словаре лямпы, я надеюсь, вы знаете, что такое спатрилистическое словаре лямпы, для студентов, находящихся. Если не знаете, то тогда я, по крайней мере, даром зря здесь проводил несколько лет, что надо. То в патрилистическом словаре лямпы, греческие лексемы и хашифовка поменялись двум местами. Тем не менее, несмотря на все трудности, связанные с этой метафорой, она лучше, чем многие другие, представляет, что есть традиция. Пример тому, формирование христианского богословия в 5-ом-7 столетии. Много написано, в частности, по поводу влияния на него, на этот период со стороны неоплатонизма. Ведутся интенсивные дебаты по поводу того, можно ли говорить о басовом христианском и византийском неоплатонизме отцов? Это отсыл на очень хорошую книгу Юрия Павловича Черноморца, киевского богослового-философа, обликованную в издательстве «Бухи Литтера». У нас была очень интересная дискуссия в позапрошлом войну на тему этой книги на Условской фатистической конференции. Так вот, можно ли говорить о басовом христианском и византийском неоплатонизме, как говорит Юрий Павлович Черноморец, и насколько он подменил собой или обогатил собственно богословский дискурс? На мой взгляд, ключом к решению этих проблем является категория языка. Неоплатонизм в развитии развивался как система взглядов, но в отцовце он стал языком, средством представления смысла и коммуникации. Это, на мой взгляд, основное отличие неоплатонизма, плотина или прокла от неоплатонизма Максима или даже псевдодельнисия. Беусловно, неоплатонический язык отцов не должен быть реиндуцирован до терминологии. Он состоит из более сложных семантических конструкций, уходящих глубоко в текло стель человеческого сознания, где формируются смысл и взгляды. Язык здесь должен подниматься среди искусства. И я нашел одно произведение одного автора в современном искусстве, калифорнийский художник Джон Бабисай, если можно, в следующий сайт. На мой взгляд, он очень хорошо уважает язык, по крайней мере в том смысле, о котором я говорю сейчас. Язык – это нечто большее, чем просто язык, чем просто набор лексем. Он сам по себе является в своей целостности очень мощным коммуникативным средством. Так как на этой картине. Здесь казалось бы просто текст, а между тем, это произведение искусства, которое доносит более глубокие смыслы, чем те, которые выражены этими негативно-английскими словами. И тем не менее, язык – это язык, открытая гибкой метровспомогательной конструкции, служащими служащими системой взгляда в расследствии коммуникации. Коммуникативные свойства традиции и ее структурная близость к языку позволяют нам понять и объяснить ее полифоничность, модификации во времени и пространстве, а также почему она способна взаимодействовать с современной культурой, даже если последний является постмодернисткой и со скепсисом относится ко всему, что несет на себе печать традиционистки. Как в первом тысячелетии своей истории христианское богостое находилось в постоянном взаимодействии с нехристианской культурой, формируя на основании австатилизма, платонизма, стоицизма и, наконец, неоплатонизма, свой свой собственный язык, вернее, формируясь как язык, так и в современное время богостое перманентно формируется как синтез, состоящий из богостофских языков прошлого и современных философских культурных языков. И вопытно, что как у кубок-каббадокинцев и неохаткидонитов, не демонстративный, а скорее, не некремущий криптосинтез. Он зачастую мастеруется с помощью флавилегии из отцов церкви, но, по сути, перенимает инфляции современной культуры. Продемонстрирую это, например, о двух наиболее успешных православных и богостофских синтезах в наше время. Одного в 19 веке, другого в 20 веке. Потому что, честно говоря, я так быстро читаю, что сами совсем понимают, что... Да, можно? Пьяно для меня. Хорошо, спасибо. Итак, первый синтез был осуществлен на основе немецкого романтизма и идеализма. Его наиболее ярким представителем был Алексей Хомяков. Современные исследователи отмечают глубинную связь и зависимость богословия Хомякова от таких авторов, как Кант, Гейгель, Шраймахен, Шеллинг. В своих экземизологических трактатах он иногда дословно повторял представителей католической тюгентгенской школы Адама Меллера. Тем не менее, сам Хомяков предпочитал умалчивать о своих немецких протестантских и католических источниках. Кстати говоря, это стало очень популярным до сих пор в наше время. И принято... То есть, как бы он заимствует идеей из инославных традиций, из католической протестантской, умалчивает о своих первоисточниках для того, чтобы запутать следы, он делает какие-то ссылки на благочестимые традиции в наше время. И при этом нещадно критикует катестатизм и католичество, а в случае не представляет как по-настоящему святоотеческой, обедно снабжая свои тексты цитатами из Отцов Церкви. И в критике Запада и в претензии идти аутентично святоотечеству Хомяков Канебор отпускал в указство. Тем не менее, им удалось осуществить один из величайших в истории христианской мысли богословско-философский синтез, который к тому же оказался кросс-культурным и межконфессиональным. Аналогичная история повторялась с другим весьма успешным богословским синтезом, или, как сейчас говорят, проектом. Им стало персоналистическое богословие, представленное в трудах Владимира Соловьева, Николая Берняева, Братарея Сергея Булгакова, в наше уже время Христоса и Янараса. Только не называйте, пожалуйста, Янарас, это всегда так режет слух, Метрополита Иоанна, Сизиуроса и многих других. Этот синтез стал доминирующим православным богословием второй половины двадцатого века, и лишь в недавнее время начал сдавать позиции. Суть персоналистического богословия в следующем. Основой бытия человека, и даже всего два два мира, является личность ипостаси человека, которая, в свою очередь, создана и существует по-разному подобию ипостаси Бога. Персона первична и даже антагонистична по отношению к сущностям, которые воплощают в себе все инертное, приземленное, несвободное. Православный богословый персоналист иногда утверждает, что персона лежит в основе православной цивилизации, а сущность в основе западной. И вот оно, различие в восточной и западной цивилизации. Я не буду долго останавливаться на анализе этой концепции, скажу лишь, что она имеет очень относительную связь со святыми отцами, которые рассматривали ипостаси в аристотелевском смысле как частный случай сущности. Поэтому с точки зрения современного персоналистического богословия отцы церквей были скорее эссенциистами, то есть они любили и почитали сущность. Вот. Ну, с точки зрения современных. Вот. Чем персоналистами? Насколько далеко современный дуализм ипостаси сущности отстоит от святоотечественного понимания этих категорий, насколько же облизок к классическому паре дух-плоть, или если правильно ближе к нашему времени, дух-материя. То есть, то, что у нас мы часто представляем как пару ипостаси сущность, на самом деле является просто нечемлемым как реинкарнацией такой новой оболочкой для классической пары дух-материя, насходящей, ничего по-турну, идущей даже так же к дуцигратикам. Более того, исторический персонализм родился не в среде, не в суде православного богословия, православной духовности. Он коренится романтической философии богословия 19-го века. Слово «Пят персонализмус» впервые использовал Шлайн-Махер в своей книге о религии в 1799-м году. Джон Ньюман в своих локсовских проповнях еще в 1830-м году говорил о методе персанации. Персонализм в год в первой десятилетии 20-го века. Среди его протагонистов в Германии были Уильям Штерн и Макс Шеллер. Движение получило дальнейшее развитие во Франции в произведениях Мен де Бирама, Филиса Ревенсона Эммануэля Уньена, Эммануэля Унье, который в 1938 году составил известный персоналистический манифест. Персоналистическое движение набрало особую силу в Соединенных Штатах Америки. Среди его американских адептов были Борден Боун, который основал школу господского персонализма и его последователи Эдгард Прайкман, Борген Милдер и Эдгард Фунсен. Ральф Юэрлинг основал Калифорническую школу персонализма. Прославный персонализм процентулек это по сути более глобального персоналистического движения. Его особенностью является специфическая терминология, в которой категория человеческой личности переравлена к понятию ипостаси, что является просто недоразумением исторической некорректностью, потому что переравние современную концепцию персоны, личности к святотической категории ипостаси совершенно неправильно. На этом строится целая православная идентичность, которая усваивает, как я уже сказал, в категории исключительно себе, а Запад оставляет непосущность. Характерной чертой обеих синтезов хомяковского персоналистического является то, что они отождествляют себя со святотической традицией и боятся обнажать свои формы, которые на самом деле растут из других интеллектуальных и даже конфессиональных культур. Я думаю, что это лицемелье следует поставить обеим синтетическим системам. В ходе системы достаточно произвольно толпил святотическое питание, однако это можно считать и недостатком недостоинством современного православного богословия, которое таким образом оказалось способным к творчеству и синтезу. В свое время я сам предполагал персонализм за то, что он такой плохой, что он мимиквировал святотическое учение. На самом деле тут нужно не осуждать его, а наоборот хвалить, потому что эта система оказалась чрезвычайно творческой, чрезвычайно смелой. Смелая только в чем? Она смелая использовала две идеи, но очень не смело, очень скромно открывала свои первоисточники, настоящие первоисточники в западную богословию. В любом случае униористическое и персоналистическое богословие являлся примерами успешных приводческих проектов, благодаря которым традиция была трансферирована в современные культуры. На первый взгляд может показаться, что установить диалог с современной релятивистской культурой и признающей авторитет это сложнейшая из задач для традиционного богословия, потому что все, что релятивистское, все, что постмодернистское для нас представляется совершенно ужасным, поэтому транслировать в эти современные культуры и традиции нам кажется очень сложным. Но я считаю, на мой взгляд, это не самое сложное, что может быть. Намного труднее транслировать традиционные богословия в другие традиционные культуры. Между тем, именно такую задачу успешно решали ранние христианские богословия. транслировать традицию, христианскую традицию в традиционные другие традиционные культуры намного сложнее, потому что те культуры намного более закрыты, намного более интегристские и исключающие какое-либо вмешательство, какую-либо гипотетику. Говоря о времени ранних христианах и общий язык с другими традиционными культурами, я представляю две картины. Первое, это к нам нужны матерей-скортослушницей Святой Елифири в Афинах, или так называемая Малая Митрополия. Кто из вас был в Афинах, рядом с большим кафедральным собором, где служит архиепископ Афинский, находится маленькая цепушка, вот она такая. Но мало кто обращал внимания, из чего она сделана, я скажу своими словами. Особенно вот эти поясы, где стена переходит дальше в следующий уровень, эти поясы взяты фактически полностью из языческих храмов. Там сохранены даже сюжеты, там можно увидеть каких-то Гаргон, каких-то Гераклов и так дальше. Их даже не зачистили, не отсекали, их просто взяли в чистом виде и интегрировали в этот храм. И этот храм создан из храмей из языческих храмов, при этом даже с особой обработки. Но тем не менее представляет собой очень традиционную афинскую архитектуру эпохи Каминных 11-12 век. греческая классика. И вот этот храм является иллюстрацией того, как был осуществлен на самом деле очень сложный синтез между молодой христианской традицией и очень старой, очень закрытой греческой, древнегреческой языческой культурой традицией. Нам кажется, что такой синтез стал уже нормой. Мы к нему относимся нормально. Между тем, эта картина, вот этот храм должен нас шокировать. Потому что ведь по сути в данном случае удалось сидеть элементы антагонистические, агонии йод. Вот для того, чтобы вас немножко шокировать, чтобы вы поняли насколько действительно в раннем христианстве удалось невозможную вещь осуществить, синтез между древней речей и христианской традициями, я вам приведу другой пример. Недавно возле города Луо-Янь центральной части Китая был расходован любопытный христианский памятник, датированный в 829-м годом. В этот период в Китае правило династия Танг, при которой восточное христианство в его персидской версии, широко распространилось в раме и даже получило официальный статус. Свидетельством этому являются многочисленные каменные кресты и стеллы, которые находят археологи. Однако память, на которой вам сейчас речь, и которую вы видите перед собой, он особенный. Это на пробе камень, установленный семьей христианского священника в память о вымерших из этой семьи. По своей форме он является так называемым тхарами, это традиционный буддийский поминальный стол. Более того, высеченный на нем текст представляется его христианскую модификацию традиционной буддийской сутры о происходении начала. Этот памятник рассмотрелось вещество, когда рекой были готовы зайти ранее христиане, приводя свою традицию другие культуры. Честно говоря, когда я первый раз увидел эту буддийскую штуку с буддийским трактатом на ней, и при этом как-то фестивизировал, мне это немножко шокировало. Но этот шок он такого же рода, как то, что мы увидели в храме малой метрополии в Афинах на самом деле. Все приведенные выше примеры демонстрируют гибкость и переводимость. Вот очень важно. Отличительная черта христианской традиции и ее принципиальная онтологическая переводимость культуры. Мы вряд ли можем сказать о многих других традиционных культурах, что они способны транслировать себя в современные контексты. Вот. И христианская традиция вполне переводима и в традиционные культуры в постмогонистские и в постмогонистские закрытия, которые могут быть также и херриски и медицина фобски. На таких достижениях не стоит восстанавливаться. Задача православного богословия идти дальше и осуществлять новые синтезы. Окончание традиционное призывает ко всему хорошему. Тема синтеза христианского богословия традиционной культуры актуальна, например, для современной христианской миссии в Китае. Очевидно, что для успешной проповеди в Китае необходимо не только выучить китайский язык, но и перевести традиционные богословия к категории китайской культуры. Наш подход к традиции как языку на основе идеализма и персонализма. На мой взгляд, весьма перспективными могут быть направления взаимодействия богословия, например, с феноменологией и геоаналитической философией. Отчасти это взаимодействие уже осуществляется. Все это задача для тех, кто находится в данной аудитории. Я имею в виду прежде всего студентов киевских духовных школ. Также очевидно эти вопросы будут сайты докладов, дискуссий и на китус кинских чтениях. Поэтому я хочу поблагодарить организаторов чтить за возможность выступить, а также за искреннюю тему и нашей встречи в этом году. Спасибо.